Дорогие друзья, всем привет! Вы смотрите канал InvestFuture, это дайджест финансовых новостей, мы подводим итоги четверга. Ну что ж, друзья, в четверг, как вы, наверное, заметили, на рынке пришел негатив. Падает американский рынок, падала Европа, падают активы развивающихся стран, в том числе и российскому рублю тоже приходится не очень хорошо. И тут, конечно, многие задаются вопросом, неужели вот оно началось, какая-то масштабная коррекция или даже разворот рынка? Ну, смотрите, я бы здесь не стала спешить с какими-то скоропалительными выводами, и мне кажется, что пока еще все-таки для глубокой коррекции немножко рановато. Что происходит, какие причины стоят за сегодняшним снижением? Ну, во-первых, вчера выходили протоколы Федеральной резервной системы, мы про них говорили, и, по сути, там можно было считать сигналы более быстрого ужесточения монетарной политики, то есть того, что Федрезерв будет забирать у рынков деньги, на которых рынки и росли в последние месяцы. Но, с другой стороны, протоколы были пока очень неконкретными. Протоколы отмечают то, что обсуждала Федеральная резервная система на июньском заседании. С тех пор многое поменялось, и пока не совсем понятно, как дальше Фед будет эту статистику интерпретировать. Потому что у нас выходила, с одной стороны, сильная статистика по занятости, с другой стороны, мы видим, что и те же заявки на пособия по безработице продолжают расти. И есть индексы PMI в США, которые тоже указывают на некое замедление восстановления экономической активности. И в этом смысле пока не совсем понятно, достаточно ли макро-статистика хороша, чтобы дать Федрезерву уверенность в том, что действительно уже можно начинать сворачивать стимулы. Кроме того, тут еще хочется отметить, что рынки сегодня встревожены не только и, как мне кажется, даже не столько Федрезервом, сколько довольно быстрым распространением дельта-штамма ковида по миру. И это, безусловно, как раз-таки сегодня сошлось много статистики из разных стран, это действительно спровоцировало новую обеспокоенность, а не будет ли новых локдаунов. И здесь, мне кажется, и кроется некая скрытая поддержка для рынков, потому что, да, с одной стороны, локдауны, конечно, для экономической активности это трагедия, но мы понимаем, что когда вводятся локдауны, регуляторы стран не могут решиться на слишком резкое сжатие ликвидности, потому что поддерживать как раз-таки экономику нужно, поэтому в каком-то смысле, может быть, хотя эта логика покажется немножко кривой, но введение новых карантинных мер для рынков может являться неким продалением вот той вот беззаботной жизни на условно-бесплатных деньгах, которые дают центробанки еще на какое-то время, я не говорю, что навечно. Друзья, движемся дальше. Конечно, в фокусе рынков также находится и ситуация с китайскими акциями, которая приобретает, ну, какой-то уже, прям, я бы сказала, драматический оборот, потому что китайские власти не то, что не прекращают свои санкции в отношении крупных компаний, а наоборот, только их разворачивают и усиливают. В частности, вот сегодня Китай объявил, простите, о новых штрафах для IT-гигантов. Под штрафы попадают Alibaba, Tencent и компания Didi Global. Штраф-то относительно небольшой, там, меньше 80 тысяч долларов, что является, по сути, копейками для таких больших компаний, но это максимум, который позволяет текущее антимонопольное законодательство Китая. Было бы можно, вы понимаете, что штрафы были бы намного больше, ну, а законодательство можно реформировать. И, конечно, особенно драматическое, мне кажется, выглядит ситуация вокруг компании Didi, которая только 30 июня разместилась на бирже NICE. IPO было действительно крупным, заметным, это крупнейший сервис онлайн-такси на китайском рынке, и тут началось. То есть выяснилось, что, на самом деле, китайский регулятор отговаривал Didi от проведения IPO, ну, вернее, предлагал провести его немножко позже, но мы же с вами все прекрасно понимаем. И после того, как Didi все-таки вопреки воле регулятора на биржу вышла, против нее началась просто целая череда действий. Удалите свое приложение из всех онлайн-магазинов, нельзя привлекать новых клиентов, серия штрафов, новые расследования. И, конечно, безусловно, эта ситуация очень сильно подрывает отношения американских инвесторов к китайским бумагам. И уже сейчас есть вероятность того, что многие крупные фонды будут избавляться от китайских бумаг, именно потому что дальнейшая ситуация не очень понятна. При этом Пекин, по сути, хочет закрыть возможность китайским технологическим компаниям выходить на зарубежные площадки, размещаться в том числе в США и в Гонконге. Потому что раньше была такая лазейка, что компании могут зарегистрироваться где-то в другой стране, за пределами Китая, и уже через это юрлицо выходить на биржу. Но сейчас китайские власти эту лазейку перекрывают, хотя, по сути, именно так и Alibaba, и Tencent, и многие другие компании выбрались на мировой рынок. И Китай, по всей видимости, очень серьезно обеспокоен, во-первых, тем, что технологические гиганты могут сильно вырасти, а во-вторых, тем, что при выходе на зарубежные площадки китайские компании раскрывают очень много внутренней информации. И вот есть, видимо, опасения относительно того, что эта информация попадет в руки других стран, и они могут ее использовать как-то так, как властям КНР не понравится. И, конечно, эта ситуация выглядит просто очень странно. Может показаться, что китайские регуляторы просто стреляют себе в ногу, убивая свой большой бизнес, но по факту мы видим, что это такие превентивные меры, которые должны помешать китайским компаниям превратиться в таких монолитных гигантов, которые влияют на весь мир, влияют на Китай, да и могут, соответственно, оказывать какое-то влияние, возможно, в том числе и на политический строй в стране. Вот также сегодня стало известно, что китайская компания LinkDoc Technology, которая предоставляет услуги по обработке медицинских данных, решила свое IPO отложить, повременить. Она собиралась размещаться на бирже Nasdaq, но все-таки не рискнула это делать в текущих обстоятельствах, ну и кажется, это очень даже понятно и объяснимо. В общем, очень такая драматическая ситуация складывается, как мне кажется, и несмотря на то, что многие крупные китайские бумаги сейчас находятся, ну уже на очень дешевых отметках, они очень низко оцениваются по мультипликаторам, там если посмотреть на график, ну уже кажется, что ниже падать просто некуда. Там та же Alibaba на 35% ниже своих максимумов, которые были достигнуты в октябре 2020 года, но при этом мы не очень понимаем, как будут разворачиваться дела дальше, и в частности есть один большой риск, который меня в этой ситуации пугает, это то, что китайские компании могут быть в итоге вынуждены совершить делистинг с американских площадок, а может быть и не только с американских, и вот это, конечно, момент, которого я, честно говоря, как инвестор немножко побаиваюсь. Но с другой стороны, китайский бизнес остается качественным, конечно, эта компания с прекрасной выручкой, с прекрасной рентабельностью, абсолютно восхитительным бизнесом, и хотелось бы верить, что все-таки эта ситуация носит временный характер, но как-то договорятся, что-то отдадут, и в итоге такие жесткие меры, жесткое противодействие нахождению этих компаний на мировой арене все-таки будут остановлены. Движемся дальше, в ситуации, когда, ну действительно, обстановочка на мировых рынках становится такой не самой комфортной для многих инвесторов, в том числе краткосрочных, очень интересно слушать прогнозы. Вот сегодня обратила внимание на прогноз от Credit Suisse, где не спешат покупать акции роста, и при этом ставят на стоимостные акции на американском рынке, и в частности в Credit Suisse говорят, что будут сейчас присматриваться к финансовому сектору, к энергетике и к сектору потребительских товаров, при этом в банке отмечают, что, безусловно, до конца года на рынке может случиться коррекция, но, тем не менее, бычий настрой банка в целом остается в силе, ну вот цитата, мы знаем, что через год у нас не будет такого уровня экономического роста, он не будет постоянным, мы также знаем, что инфляция носит временный характер, и она не будет здесь навсегда. И мне, честно говоря, очень близка эта позиция, она кажется мне довольно спокойной и взвешенной, и именно про это я тоже очень часто говорю. Да, безусловно, изменение политики центробанков, если оно произойдет, спровоцирует распродажи на рынках, но, а, я не знаю, в какой момент это произойдет, б, я не знаю, от каких уровней будут происходить эти распродажи, а если бы я, условно говоря, как инвестор в последние несколько лет постоянно прислушивалась к беспрерывным ожиданиям коррекции, то я бы просто находилась сейчас там, да, в долларах, которые лежат у меня под подушкой, и в любом случае, да, там, за это время уже рынки успели прилично подрасти, и я наслаждаюсь этими преимуществами. Будет коррекция? Будет, но я докуплю, да, я убегать никуда не планирую, но, тем не менее, в очередной раз хочу напомнить, что для краткосрочных инвесторов сейчас ситуация действительно тревожная, и там, если бы у меня были финансовые цели с горизонтом один год, то я бы сейчас, безусловно, не рискнула находиться в акциях, потому что мы не можем исключать, что через год они будут находиться выше, чем на текущих отметках. Так что просто не забывайте о диверсификации портфеля. Помимо хайповых акций есть еще такой прекрасный инструмент, как облигации, который тоже работает, в котором нужно разбираться. Так что просто распределяйте свои риски и оценивайте их адекватно. Движемся дальше. Хорошая новость довольно пришла о том, что финансовые грамотности в российских школах начнут учить с первого класса. И предполагается, что в начальной школе элементы финграмотности появятся в таких предметах, как математика, окружающий мир, а для пятого и девятого класса в предметах общества знания, математика и география. Это очень хорошая инициатива. Возможно, вы видели уже сегодня эту новость. Она правильная. Мне кажется, ее давно не хватало. Но здесь, конечно, у меня возникает большой вопрос. Насколько действительно получится заинтересовать детей этим предметом в той ситуации, когда у нас многие учителя, к огромному сожалению, тоже имеют свои кредиты, не имеют никаких накоплений, не знакомы с основами инвестиций и так далее. Я очень боюсь, что, несмотря на хорошее начинание, в реальности это может оказаться просто галочкой и действительно не привить тот самый интерес, тот самый огонь детям. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Ну и вообще скажу, что меня саму очень волнует тема детской финансовой грамотности. Это то, чем я хотела бы заниматься. Мы в команде InvestFuture сейчас как раз-таки работаем тоже над маленьким проектом, который поможет вам, родителям, обучать своих детей работать с финансами. Проект у нас пока в такой прям очень-очень зачаточной стадии находится. Но если вам интересно, если вам хочется как родителям получать материалы на эту тему, то подписывайтесь. Проект называется If Kids, InvestFuture Kids. У нас есть маленькие каналы в Телеграме и в Инстаграме. Ссылочки на них есть в описании к этому видео. Подписывайтесь, там можно и инструкции, как играть с детьми, получить. Там мы проводим эфиры с экспертами. Вот в частности, там на прошлой неделе мы с Алексеем Марковым, автором холиномики, говорили о том, как он воспитывает интерес к финансам в своих детях. Будет эфир на эту тему с Евгением Коганом, с детским психологом. Замечательно, мы тоже проводили эфир. Так что подключайтесь, если для вас эта тема актуальна. Давайте тоже поддержим инициативу правительства и будем зарождать огонь интереса к финансам в подрастающем поколении. Почему нас с командой действительно волнует детская финансовая грамотность? Это потому, что мы просто устали отвечать в комментариях на вопросы о мошенниках, читать абсолютно грустнейшие истории о том, как люди потеряли свои деньги, просто потому, что у них не было достаточного бэкграунда, чтобы проверить те инвестиционные предложения, которые им приходят в личные сообщения в социальных сетях. И у нас с командой есть такая вот маленькая миссия. Нам хотелось бы, чтобы следующее поколение людей, которые живут в России, которые создают Россию, на самом деле просто не оставили никаких шансов мошенникам и действительно создавали свою осознанную финансовую жизнь и проживали ее счастливо. Вот как раз-таки сегодня новость о том, что Центробанк аннулировал лицензию у инвест-компании QBF. Это ужасная новость. Почему? Потому что QBF – компания, которая работала под лицензией. Казалось бы, это официальный брокер. Она есть во всех рейтингах. Информация о ней была на сайте Центрального банка. И даже те люди, которые обладают основами финграмотности, они зашли на сайт ЦБ и посмотрели. Да, у QBF действительно есть лицензия. Но как эти люди могли проверить, что на самом деле QBF далеко не все свои операции проводят через официальные цепочки. И вот сейчас, когда у компании забрали лицензию, очень многие люди просто не смогут вернуть свои деньги назад. Там не будет идти речь, я думаю, что в большинстве случаев о том, чтобы перевести активы просто к другому брокеру, потому что следы этих активов будет найти очень и очень сложно. И здесь тоже очень важно понимать, как это все работает, понимать на уровне интуиции. Вот это такой очень важный момент, потому что тот же QBF, если бы вы пообщались с их продажниками, вы могли бы понять, что на самом деле эти ребята предлагают что-то не то, даже несмотря на то, что у них была лицензия. Кстати, есть ли у нас среди нашей аудитории клиенты этой компании? Расскажите, как обстоят дела, как происходит сейчас процесс, как реагирует сама компания QBF. Очень интересно знать эту ситуацию изнутри. Но я надеюсь, что много денег никто в связи с этим не потеряет. Ну что, дорогие друзья, на этом у меня сегодня все. Ссылочка на EVE Kids есть в описании к этому видео. Подключайтесь, если актуально. Спасибо, что смотрели. С вами была Кира Юхтенко, команда EVE. Лайк, подписка, колокольчик, если нравится наша работа. Берегите себя и свои деньги. Берегите себя и свои деньги.